Экскурсия авторитетов на Соловки и праздник Леры, рассказывает бывший руководитель подразделения ГУБОП МВД Украины, затем глава УБОП Киевской области Эдуард Свинцинский. В 2007 году, когда я пришел в ГУБОП начальником бандитского отдела, на учете в Украине было около 15-17 воров. Когда в 2010 году я уходил на новую должность, в Украине их оставалось 4, не считая залетных, которых мы отлавливали и депортировали. Основным, после выдворения Антимоса, был, конечно, Лера Сумской. В авторитете до своей смерти от болезни был Имамет. Помню, где-то за полгода до его смерти мы целую группу авторитетов задерживали после их экскурсии на Соловки. То есть человек 30, в том числе в Ормамет, зафрахтовали самолет и слетали на Соловки. Уж не знаю зачем, наверное, посмотреть на условия, в которых когда-то сидели их предшественники. Получили информацию об их возвращении. Я взял группу Сокола из Киева и мы выехали в аэропорт Донецка. Там их всех и приняли, привезли в местные подразделения, провели профилактику, откатали пальцы. Словом, взяли всю возможную информацию. Потом, конечно, отпустили задерживать было ни за что по нашим законам. Лера Сумской был очень зол на оперативников и спецназ ГУБОП за сорванный день рождения особенно велико. Было и остается влияние воров на зонах. У нас, в бывшем ГУБОПе, тоже была информация о ситуации в местах заключения. Мы, как правило, нормально сотрудничали с администрацией, оперчастью. Когда я был в Киевской области, мы получили данные, что идет переброска наркотиков на территорию зоны. То есть в прямом смысле перебрасывали зелье, обычно ширку, в грелках и больших резиновых клизмах через забор. Администрация пошла нам навстречу, мы получили все разрешения, и поставили технику в те комнаты, где наркотики делили. Отследили всю цепочку, вплоть до перевода денег на банковские карточки, потом всех причастных задержали. Речь шла о десятках и даже сотнях тысяч гривен. Возможно, поломали бизнес кому-то из воров, а сколько мы воровских сходок разогнали. Впрочем, у них тоже контрразведка работала, так что порой воры на сходку, о которой мы знали, не являлись. Но не всегда, конечно. Помню, отмечали воры и авторитеты, человек 30, день рождения Леры Сумского в Крыму, в ресторане. Заметив наши машины, а неожиданно к ресторану проехать было нельзя, стали разбегаться. Мы их буквально отлавливали в окрестностях. Долго не могли найти самого Леру, потом все же обнаружили, задержали. Ох и злой он тогда был на нас. Конечно, потом их опросили, отработали профилактически и отпустили. И не потому, как порой кричат, что менты куплены, а потому, что предъявить им нечего было, а по беспределу мы не работали. Продолжение следует...